Повреждения газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 зафиксировали 26 сентября. В трубах обнаружили три пробоины, через которые под давлением в море вытекал газ. Через три дня береговая охрана Швеции обнаружила ещё одно место утечки. Сегодня мы столкнулись с диверсией. Мы ещё не знаем всех подробностей произошедшего, но ясно видим, что это диверсия – акция, которая, скорее всего, означает очередной шаг нагнетания ситуации в Украине. Я не знаю, какую игру ведут в Москве, но мы сосредоточены на том, чтобы установить факты того, что произошло. Мы видим, что это преднамеренно. Именно взрывы привели к этим утечкам, сильным утечкам газа из двух трубопроводов. По ходу дела в ближайшие дни мы обнародуем факты, а также, когда мы сможем назвать причастную сторону, мы, конечно же, придём с общеевропейским ответом. Это произошло в международных водах. Это атака на европейскую энергетическую инфраструктуру, европейскую энергетическую безопасность вблизи наших границ. На совещании в НАТО представители Дании заявили, что балтийские газопроводы из России в Германию повредили двумя взрывами мощностью около 500 килограмм тротила каждый, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным компании-оператора «Северного потока», повреждения беспрецедентны. В каждой нитке газопроводов находилось до 177 миллионов кубометров газа. Для расследования инцидента Германия, Дания и Швеция создали совместную следственную группу, действующую на территории ЕС. Очевидно, что безопасность и окружающая среда остаются главным приоритетом. Понятно, что эти инциденты не случайны. Вся доступная до сих пор информация, по-видимому, указывает на то, что это было преднамеренное действие, преднамеренный ущерб, который был нанесен. Со стороны комиссии ЕС мы находимся в контакте со странами-членами, и мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной информации о том, кто что сделал, а также о дальнейших шагах по повышению энергетической безопасности. После контрнаступления украинской армии в Харьковской области и на юге Украины Россия начала использовать новую тактику – атаковать объекты инфраструктуры. И это могло коснуться не только территории Украины. По мнению политолога Владимира Фисенко, Россия могла параллельно организовать диверсию на газопроводах, таким образом показав Европе, что переходит к новому этапу гибридной террористической войны против Запада. После диверсии на вот этих газопроводах в Балтийском море, конечно, к сожалению, но есть риск атак и на кабели, кабели телефонные, кабели интернета, в том числе морские кабели. Есть не просто обеспокоенность, а есть большая тревога. Я думаю, что сейчас и американцы в первую очередь, и европейцы усилят контроль за вот такими стратегическими коммуникациями, в том числе подводными коммуникациями, потому что атаки-то, например, закладывание взрывчатки, могут быть по разным объектам. Опять-таки, это же методы гибридной войны, где трудно выявить, кто это сделал, какой именно террорист, исламский или российский. Заместитель генерального секретаря НАТО Джеймс Апартураи на форуме в Хельсинки заявил, атаки на газопроводы – ничто по сравнению с угрозой повреждения кабелей передачи данных. Поэтому НАТО сейчас активно совершенствуется, в том числе и в возможности быстрого реагирования и обнаружения подобных угроз. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала «Фридом».